Привет, дорогие друзья! Меня часто спрашивают, как покупать на Алиэкспресс. И в этом видео я хочу вам показать, как покупать все-таки на Алиэкспресс. Сейчас мы с вами с ноля произведем регистрацию на сайте Алиэкспресс, заполним все необходимые учетные данные, и я вам покажу, как все-таки покупать товары в Китае. Для начала нам нужно зарегистрироваться. Нажимаем регистрация и заполняем адрес электронной почты. Если же у вас нет электронной почты, то ее необходимо завести на каком-нибудь любом абсолютно домене. Давайте это сделаем. Давайте заведем почту, например, на домене Rambler. Так, значит, создали почту. Копируем. Символ английского алфавита нужно тут использовать. Так, придумайте пароль, 6 символов. Повторите пароль. Так, введите код с картинки. Давайте введем. Галочку ставим и нажимаем создать профиль. Так, поздравляем, Вася! Вы успешно зарегистрировались на Алиэкспресс. Все, ребята, круто. Теперь можно покупать. Здесь в поисковой строке можно ввести название. Абсолютно любое. То есть тот товар, который вы хотите найти, вот здесь вот можно найти. Допустим, нам понравился какой-то товар. Вот, мы можем также почитать вот здесь вот ниже описание. Вот, если нас, значит, все это дело устраивает. А дело нас это устраивает. Вот, неплохой товар здесь. Отлично все. Вот, нам, допустим, все понравилось. Мы с вами нажимаем добавить в корзину, да? То есть выбираем сначала свет вот здесь вот. Нажимаем добавить в корзину. Все, мы можем перейти к корзине, а можем продолжить покупки. Допустим, вот здесь вот подобные товары у нас предлагается купить. Допустим, мы хотим продолжить, да? То есть выбираем следующий товар, смотрим его. То же самое выбрали. Давайте выберем что-нибудь другое. Вот здесь вот можно все категории выбрать. Можно выбрать какую-то подкатегорию, в которых мы вот уже находимся. Ну, давайте выберем какую-нибудь подкатегорию и выберем какой-нибудь другой товар, который бы мы хотели приобрести. То есть вот, мы выбираем товар. Также можно почитать о нем отзывы. То есть вот у нас подгрузились отзывы. Есть отзывы на русском. Вот ткань ужасная, смотрится дешево, да, допустим. Есть отзывы на английском. Можно также скопировать их, вставить в какой-нибудь переводчик и почитать, что люди пишут. Вот, ну ткань ужасная, нам товар не нравится. Можем щелкнуть похожий товар. Да, вот так вот посмотрели. Вроде ничего. И тоже, значит, добавляем. Выбираем размер, цвет и добавляем, да, в корзину. Вот, то есть добавили. Можно также посмотреть по похожим товарам. Вот, там можно вернуться к сайту, нажать. Сейчас мы с вами находимся в магазине вот этого вот чувака. То есть это его магазин на Алиэкспрессе. И тут мы можем выбрать, значит, подразделы его магазина. То есть если нас что-то заинтересовало, мы можем перейти и посмотреть. Также мы можем всегда вернуться на главную страницу Алиэкспресса, нажав вот этот значок Алиэкспресс в левом верхнем углу. То есть вот мы вернулись на страницу. И здесь у нас внизу представлены всякие горячие, скажем так, товары. То есть то, что со скидками, всякие безделушки, которые очень хорошо продаются. Также на главной странице можно выбирать товары по разделам. Допустим, вот выбираем интересующий нас раздел, да. Переходим туда и выбираем вот по разделам. Допустим, нам что-то понравилось и мы хотим это с вами купить. Вот нажимаем, добавляем в корзину. То есть выбираем цвет, размер и добавляем в корзину. Вот, допустим, мы выбрали все, что нам интересно и хотим уже оформить, скажем так, заказ. Мы нажимаем перейти к корзине, либо нажимаем вот на этот вот значок и оказываемся у себя в корзине. Вот, мы сейчас с вами выбрали заказ на сумму 1341 рубль. Нажимаем оформить. И здесь нам необходимо с вами заполнить адрес доставки получателя, указать комментарии к товару. Допустим, мы хотим там что-то узнать у продавца или цвет там уточнить или еще что-нибудь. Мы можем это в комментариях с вами все указать и продавец нам сразу же ответит. Вот, здесь значит все банально. Заполняем анкету. Хочу обратить ваше внимание, что все данные адреса нужно заполнять латинскими буквами. То есть имя, фамилия, отчество, адрес, все заполняется латинскими буквами. Давайте это сделаем. Все данные мы заполнили. Везде горят галочки. Теперь, когда мы нажмем оформить заказ, нам необходимо будет выбрать, какой платежной системой мы будем расплачиваться. Например, мы с вами хотим расплатиться визой мастер-карда. Вот, то есть тут мы вводим номер карты, срок действия карты, код безопасности. Это последние три цифры на обратной стороне карты. Имя, фамилию. И нажимаем оплатить сейчас. Все, после того, как вы оплатили, вам на электронную почту придет уведомление о том, что ваш платеж проверяется. И как бы все. И вы будете ждать прихода своей посылочки, скажем так. То есть с момента оплаты вам больше ничего делать не нужно. Вы просто сидите ровно, ничего не трогаете и ждете своего заказа. Надеюсь, дорогие друзья, что данное видео было вам полезным. Если это так, поднимайте пальцы вверх. Если это не так, все равно поднимайте пальцы вверх, так как я очень старался. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok